Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь на Пионерском проспекте в районе Россиянки. Мы с вами прогуляемся на пляж Буревесник. Хотелось бы вам сегодня рассказать о том, что жадности наших ательеров нет предела. И вот какие изменения. За год отдых на наших курортах на Чехноморском побережье подорожал в Сочи на 12%, в Анапе на 16%, но самые жлобные живут в Гелиджике, а там на 18,4%. По данным Ассоциации Тура пиратов России, средняя стоимость ночи в отеле Сочи летом 2023 года составляет 3,6 тысяч рублей. Анапе 3,000 рублей, Гелинджика 3,4 тысячи рублей. Средняя стоимость летнего размещения в отелях Краснодарского края летом 2023 года будет на 13,8% выше, чем годом ранее. И составит 3,3 тысячи рублей. В Абхазии проживание будет дороже на 13,2% на 2,8 тысяч рублей. Ну тоже все зависит от места, о которых говорить, но это так, усредненные данные. Хотелось бы рассказать вам о том, как Максима подкармливать. Сегодня пришли солдаты, которым мы делаем автомобиль, принесли ему покушать. Лена приходила поесть, принесла. А также наши дорогие подписчики приносят посылочки для наших дорогих солдат. День добрый. Приходили ребята с этой машины, принесли нам пакетик. В пакетике хлебушек и курочка там подкармливают нас. Не забывают, что мы есть. Очень приятно. Лена к нам тоже забегала, подписчица Юрина. Принесла в пакетике. Принесла. Нас, короче, ну мы не помрем с голоду, это точно. Передали посылочку на СВО ребятам. Там в коробочке варенье, в баночках переложены. Все, бабушка сказала, ничего не разобьется, все будет хорошо. Вот такая посылка, как раньше. Из арголита, деревяшек сделано. Гвоздиками забито. Прикольно. За что всех от души благодарю. От Алина на Пионерском проспекте после дельфинария Бора Бора Бич Клауд появился такой Majestic Sun, называется отель. Прямо по Пионерскому проспекту он появился. То, что мы говорим, что Пионерский проспект надо не распродавать, а благоустраивать, как это делают на верхних дорогах. Большому сожалению, видите, какие нелюди есть и продают эти территории. Хотя проспект должен быть широкий, а не сужаться сюда на зеленую территорию. Но, тем не менее, ребята сделали очень красивое благоустройство. Поставили лавочки, посадили деревья, все это отделали кустиками. У них постепенно он запускается. Но я думаю, что в этом году уже будет работать полностью. Бора Бора Бич Клаб у меня есть на обзоре. Вы можете посмотреть на канале. Мы туда ходили, по-моему, два раза. Я выкладывал разные походы. Обычно на день рождения Джаника мы туда ходим летом. Здесь далее у нас Пионерский проспект переходит в Россиянку. В Россиянке у нас сейчас весь полностью отель распродается на студии. Некоторые начинаются от 4 миллионов. Ну, вот так вот было. Россиянка стали апарт-отелем. Территория здесь, конечно, прям супер. Если всю зелень, которая там есть, оставят, это было бы очень круто. Мечтал бы, конечно, иметь там студий штучек 5. Летом зарабатывать. Но неизвестно, конечно, как будет вообще обстоять в дальнейшем судьба этого санатория. Будет ли это все работать. Ну, с застройщиками мы общались, когда делал обзор. У меня есть на канале на них. Все будет четенько. Обещают бассейны. Все остальное уже высадили туя. Благородили территорию, привели ее в порядок. И можно прогуливаться по Пионерскому проспекту. Видите, какая ширина здесь. И вот красная линия старая идет. Тут Majestic Sun. То есть, можно таких отелей строить по всему Пионерскому проспекту. Который, кажется, впихнуть невпихуемое. У нас администрация иногда любит такими заниматься. Но, опять-таки, я говорю об администрации в общем. Не буду наговариваться на эту администрацию. Но сегодня будет много вопросов к ней. С этой стороны, на нефтянике Кубани, раньше была территория базы отдыха, строили спортивный комплекс. Сегодня у нас задаются вопросами, будет ли он достраиваться, или так дальше будет стоять. Потому что в 2021 году приезжали министры, там собирали спортсменов, разговаривали. Много слов, как говорится, выделяли в воздух. Но, в общем, 2023 год никаких движений там нет. А спортивный комплекс довольно-таки огромный. С этой стороны у нас находится КНС. В канализационных собственных станциях можно поговорить отдельно. Нас многие считают, что где-то Витязева сливают, где-то на Пионерском сливают. Есть, конечно, нерадивые люди, я думаю. Потому что иногда присылают трубы в районе лады, которые выходят в море, но говорят, что это забор морской воды. И обратно ничего, по идее, истекать не должно. Так вот, у нас обещают модернизацию систем очистных сооружений. Это модернизация именно главных коллекторов, которые производят очистку для увеличения их мощности. А также насосные станции на улице Северная, куда все вот это с Витязева по Пионерскому проспекту приходит. И там обещают увеличить мощность. И что исчезнет этот запах на перекрестке. Запах сезона, как я его называю. Вот он, пожалуйста, на территории россиянки. Здесь уже впихивают, опять-таки, строение. Можем увидеть, бетонная стройка пока прекратилась. Временно, не временно, не знаю. Но изменения есть. Здесь у нас находится море лета. У меня есть отзывы о самом пансионате. Я не снимал его обзорчик. К большому сожалению, наши ательеры не особо спешат приглашать блогеров, чтобы рассказать, показать. Может, 5 тысяч рублей, которые я просил в прошлом году. И в этом году буду просить 7 тысяч рублей за съемку места размещения. Надо как-то зарабатывать, ребятки. Поэтому, если у вас есть знакомые отельеры, предлагайте им условия. С прямыми их номерами и телефонами будет размещена информация. И профессионально сделан обзор по их отелю, либо месту размещения. Сейчас под многими видео всплывают новые комментарии. Люди выбирают именно по моим роликам места для размещения. Пишут о том, что спасибо Юрию. Очень честный и правдивый обзор. И самое главное для всех отельеров за ваши деньги. Но обзор будет честным. Все как есть. Будет показано и рассказано нашим дорогим гостям. Чтобы потом не было никаких неприятных сюрпризов. Дальше у нас по этой стороне находится Боревестник. По которому я, в принципе, и называю этот проход. Вот вы видите его логотипчика. И также салют. Они объединены меньше. Раньше была далее ласточка. Сейчас там находится ривьера. Отдых которой довольно-таки бьет по карману. Вчерашнем видео я об этом рассказывал. Мы же подходим к Пионерскому проспекту. Здесь видите бац. И нет пешеходного перехода от ротуар. Есть. С той стороны вот имеется. Далее у нас был шикарный проход к морю. Росли тополя. А сейчас, друзья. Ну здесь, как обычно, везде грязь. Как я устал это показывать. Хочется красоту показывать. В общем, перегородили полностью проезд. Вырубили все тополя. Застроили вот такими вот строениями. Это Сандвилла называется. Полностью их территория. Это пешеходную зону знак. Даже перенесли сюда. То есть вот отсюда начинается пешеходная зона. Для тех, кто сомневался об этом. Мы поставили себе швакбама. Больше сюда въезд невозможно. С одной стороны, это, в принципе, хорошо. С другой стороны, его надо ставить там, где это действительно не будет происходить. Здесь машины будут заезжать по-любому. Ну, получился такой вот широченный бульвар, на котором отсутствует полностью зелень. А я напоминаю, я этот проход любил за высоченные тополя, которые росли на месте этой Сандвилла. Ну, опять-таки, это было все приепсиковые. Нарезали все эти проходы. Сейчас, возможно, они уже у нас как зеленая зона. Может быть, конечно, здесь кто-то из мира, так сказать, наших руководителей построил данные домики. В общем, ждут гостей, как обычно. И с левой стороны, как раз-таки, нефтяник Кубани. Идешь такой на море, рядом колючая проволока. Ощущаешь себя настоящим курортником. Помимо того, что платишь бешеные бабки за отдых, так ты еще и рядышком с колючей проволокой ходишь. В общем, все для людей. Все как обычно у нас в стране. Но здесь, я вижу, кстати, идет благоустройство. Помимо этого бетончика, приводят здесь территорию в порядок. Как установили освещение, и осталось скамеечки, мусорки. И тогда вообще будет прям такой вау, фиг, да ну нафиг для людей что-то делать. Поэтому критиковать, возможно, рано. И может быть, конечно, еще и деревьев на саде. Хотя на проводах деревья сажать, я думаю, немножко глуповато будет. Далее находится отель Робинсон. Там это Hotel Robinson. По английским буквам видно, что имеет отношение, наверное, к забугорщине какой-нибудь. В общем, территорию у него переделали забор. Был такая сеточка. Сейчас сделали евроштакет. Он был первым, кто построился на этой территории. И предлагал отдых людям. Ну, а под шумок захватили и весь проезд. Очень монументальное здание. Очень жалко, что столько лет оно стоит не достроено. Здесь должен был быть очень классный бассейн. Будем надеяться, что все-таки достроят и сделают, как говорится, все для людей. Здесь летнее время на выходе к пляжу. Работают торговые павильоны. Посмотрим, что здесь происходит. Смотрю, здесь как-то песок воротили. О, детская зона. Так, мы не будем смеяться. Вот так вот выглядят сейчас дюны. Развороченными здесь. Работала техника. Очищали что-то от чего-то. По этой дорожке можно выйти на тополинный проезд. Если как будто надо. По-моему, даже можно было раньше проехать на машине. И мы пытаемся прорваться к морю. Кругом здесь разнообразный строительный мусор на наших дюнах. В общем, все как всегда. Все, зачем вы сюда и приезжайте, дорогие друзья. Даже посмотреть на свалки на пляжах. Ну, как без этого? Потому что тогда российская действительность не будет полной. Смотришь там всякие европейские, Таиланды там и другие пляжи азиатские. И видишь там чистый берег. Кристально чистое море. Ни одной соринки-мусоринки. Все с утра убирается. Ну, а у нас должна быть отечественная действительность с мусором на наших пляжах. Все больше приходит весна. Все больше зеленеют наши дюны. Что не может, дорогие друзья, не радовать. Показываю дюну. Там мусор среди них лежит. Вот так вот и живем. Когда-то мною была найдена еще при поликоне за этими дюнами свалка. Хорошо, что ее туда убрали. Сейчас чистота и красота. Ух, красавчик Юра. Смог тогда помочь дюнам. Ну, благодаря вашему активному участию. Потому что писали жалобы. И здесь собрались тогда все наши муниципальные силы и средства. Чтобы развести мусор, который там скапливали годами. Ну, это вообще, да, провод. Натянут, говорит, вот он, российская действительность. Сегодня у нас практически нет ветра. Единственное, что прохладно. Температура воздуха в машине показывала только плюс 8 градусов. У пляжа у нас, так как море теплее, 12,1. Туман, можете увидеть, на пол в такой дымке. Ну, это даже Россия, на самом деле, когда приходишь здесь. Такое умиротворение. Люди прогуливаются. Пляжи здесь широченные. В этих местах очень часто тоже скапливается камка. Очень бы хотелось все-таки, чтобы нашли решение. Хотя оно есть и очень простое. Просто каждый должен убирать свой пляж, когда появляются зеленые водоросли, аккуратно, с сеточками. И тогда была бы там чистота и красота. Берите пример с Бали, который так любят наши деньги, имеющие туристы. И хвалят его все. Там, как водоросли появляются, заходят специально обученные, накаченные красавчики. В трусиках таких симпатичных. Привлекают девушек своим внешним видом. И, конечно же, убирают все эти водоросли. В этом году, смотрите, здесь поразбирали у пляжика Ривьеры все эти заборы впереди. И можно было прогуливаться, не напрягаясь, то, что волны вас захлестнут. Потому что шторма у нас доходит до дюн. Только дюн останавливает от затопления всей территории Пионерского проспекта. Ну что, Морюшка, здравствуй. Сегодня Юра шел, говорил очень много. Надеюсь, что интересно и было полезно. Чистейшая водичка просто. От метеослужбы, лиц ГРП, лично от Анны Новиковой в Охвамеевка, закинули ребята нам 7600 рублей доната. Сказали, купите солдатам сигарет. Обязательно выполним ваши пожелания. Вас сердечно благодарю за помощь дорогим нашим солдатам. Крепко обнимаю. И все, кто этим занимается, друзья, спасибо вам большое. Еще раз говорю, не обязательно помогать через меня. Вот я про фонд рассказывал. Время помогать людям. Можете помогать через ребят. Можете помогать через те фонды, которые есть у вас. Все делают потихонечку. Очень важное дело. Самое главное, поддерживают солдат. Сейчас очень приятно слышать с фронта, что у солдат практически все есть. Вот технику просят. Иногда я рад, что я сейчас как раз таки помогаю им с машинами. Благодаря, конечно же, семье Зверевых из Сочи и всем тем подписчикам, которые меня поддерживают. Так что, друзья мои, от души дарю вам морюшко. Не забывайте, каждому из вас привет черноморский. С вами был Юрий Азаровский. Обязательно подписывайтесь, отсылайте видео своим друзьям и коллегам. А также, друзья, добавьтесь в телеграм-канал. Там больше всего общения, больше всего всяких таких экстренных тем. И там гораздо проще держать с вами связь. Анапа, мы тебя все любим. Надеюсь, что ательеров жадных станет меньше. Ну, если что, пользуйтесь частным сектором. А у меня есть еще друг Джонни, который помогает с размещением. Обращайтесь, и он вам поддарет самые лучшие варианты. За адекватные деньги. А теперь море для каждого из вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...